Сегодня, наконец, Россия в подробностях представила схему оплаты своих газовых поставок. Ту самую схему, которой придется следовать государствам, состоящим в списке недружественных стран. Собственно, Евросоюзу будет позволено соблюсти лицо. Отсюда смогут платить в евро, хотя фактически будут это делать в рублях. Это ужасное чувство быть зависимым от российского газа в данный момент. Но я, как канцлер, не имею права идти на поводу у эмоций, поскольку отвечаю за безопасность энергосбережения и функционирование экономики. Газ из России в Австрии используют не только в частных хозяйствах, но и в промышленности. А это касается рабочих мест и возможности сохранить благосостояние страны. Каждый покупатель должен будет открыть валютный счет в Газпромбанке. Там станет осуществляться конвертация тех же, предположим, евро в рубли. А уже российская валюта поступит на счета продавца, то есть Газпрома. На первый взгляд ничего не применилось. За исключением одного. Право владения газом будет передаваться в момент передачи рублей, а не в момент перечисления евро. Подобное может показаться бухгалтерской казуистикой, но на самом деле имеет принципиальную важность. Если возникнет желание арестовать уплаченные евро, это будут еще деньги покупателя, то есть немецкие, французские, австрийские, но никак не российские. Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены. Собственно, этот предохранитель, по мнению Москвы, необходим. Просто потому, что европейские страны не всегда самостоятельны в принятии решений и бывают вынуждены действовать себе во вред. Последние пару лет окончательно все попытки Европы стремиться к некой самостоятельности, к стратегической автономии, США пресекли. И единичные голоса, которые, в частности, из Франции раздаются, они уже ничего не решают. Германия полностью смирилась с тем, что она является союзником США, слепо следующим в американской коллегии. Помимо сохранности денег, в принуждении к рублю есть еще один важный момент. Отчего превращение деревянного в газовый вызвало такой ожесточенный протест. Есть подозрения просто потому, что у Старого Света нет реальных, обеспеченных денег. Прежде работала такая схема. Россия поставляет газ и нефть, а выручку оставляет в западных банках. Стерилизует, так сказать, ликвидность. Деньги хранились, с учетом инфляции, под отрицательный процент, и к ним десятилетиями никто не прикасался. Сотни миллиардов долларов и евро оставались цифровой фикцией. Их не надо было обеспечивать товарами и услугами. Только в прошлом году разница между экспортом России и ее импортом составила 200 миллиардов долларов. Эти деньги осели в Европе и Штатах. С переходом на газовый рубль за энергоносители придется давать что-то более-менее осязаемое. Какие-нибудь товары и услуги. А где его взять, это осязаемое, да еще на сотни миллиардов. Денежные горы грозят обрушиться, их приходится бросать в топку инфляции, но излишков все равно чересчур много. Тут, возможно, потребуется гиперинфляция, как в эпоху Веймарской Германии, когда коробок спичек стоил мешок денежных брикетов. Альтернатива – дефицит и карточное распределение товаров, к которым уже понемногу приходится привыкать. Дороговизна топлива требует либо самопожертвования от граждан, либо правительственных субсидий. В Германии выбирают и то, и другое. Хорошо, что у нас есть печь, которая топится на углях, но как-то не хочется думать о том, что придется отказаться от полноценного центрального отопления. Лично я не могу себе представить, как можно экономить на отоплении, особенно людям с детьми, но я точно знаю, что все больше и больше людей вынуждены все чаще выключать обогреватели. Как прикажете поддерживать тепло в квартире? Без электричества и обогреватели не будут работать. Дефицит и дороговизна от страны к стране начинают сочетаться в самых разных пропорциях. Но, увы, нет другого способа пережить санкции, которые вроде бы являются антироссийскими, но де-факто сделались обоюдными. Внезапно по всей Европе пропало дешевое масло и осталось лишь дорогое. Бензин подорожал где на 30%, где на все 50%. Тарифы на отопление в Соединенном Королевстве выросли в 2,5 раза и потребуют от среднего домохозяйства лишних 2,5 тысячи фунтов в год. Цена за киловатт-час электричества выросла в Старом Свете за год, где в 2, а где в 4 раза. Евростат опубликовал данные об инфляции в ЕС. Она составила 7,5%. Надо понимать лукавство такой статистики. Она включает в себя как рост цен на продовольствие, так и, например, падение цен на предметы роскоши. Итог получается довольно скромный, хотя масло теперь продается по цене пушек, а дешевеют из-за падения спроса какие-нибудь бриллианты. Олег Романов, Михаил Другаков, агентствователь новостей.